Итак, всем привет! Как бы странно это не было, и мне Иван, но я снимаю видео по Майнкрафту, а вернее не по саму Майнкрафту, а по голосованию за мобов. Я уже посмотрел, понятное дело, ловно все мобов, я ждал пока выйдут все 5 роликов, чтобы уже 100% ничего не угостить. И сейчас вам скажу, почему всем надо проголосовать за броненосца. Такое вот мое мнение, я его аргументирую четырьмя фактами. Почему именно броненосец, как по мне, самый лучший моб в этом обновлении, то есть из этого голоса. И почему краб на самом деле не настолько хорош, как про него все говорят. Ну давайте начнем. Но перед тем, как мы все-таки начнем, хотелось бы сказать то, что про пингвина в этом ролике я вообще ничего не хочу говорить. Потому что пингвин это такой крайне специфический моб, про которого, ну, конечно можно что-нибудь рассказать. Но в целом, если вы хотите какого-то прям няшного моба, такого милого, то это пингвин. Но если вы хотите функционального, тогда тут уже извините, это точно не он. Поэтому можете сразу же закрывать это видео, если вы про него, потому что я хотел бы поговорить про сравнение именно краба и броненосца. Пингвин он как бы, ну, немножко вне всего этого, потому что он как бы даже создан изначально для другого. Так что теперь поговорим про броненосца. Итак, чем же броненосец все-таки получше будет, чем краб? У меня есть три самые главные причины. Ну, по факту четыре, но так, три с половиной я бы сказал скорее. Смотрите, первая причина это то, что он моб из саванны. Про это не так уже все сто раз сказали, поэтому, опять же, не вижу смысла про это как-то распинаться очень сильно. Скажу то, что в мангровом болоте и так уже есть лягушки. Это уже самый атмосферный биом в игре. Он самый проработанный, ну, или как минимум один из самых. В саванне нам нужны новые мобы. И когда у нас будет обновление саванны, непонятно. Оно будет нам не ясно, как бы, да, когда. И зачем ждать? Мы можем прямо сейчас там добавить нового моба. Потому что в саванне крайне их не хватает. Так что, как по мне, ну, моб в мангровых болотах, как бы, на халяву. Конечно же это круто. Ну, так что прямо за него голосовать, ну, типа, там ведь и так есть лягушки. А в саванне нету совершенно никакого там. Куры ходят, да и свиньи. И это как будто бы совершенно нормально. А ведь на самом деле там тоже нужно что-то уникальное. Так что, я считаю, это первый аргумент. Второй аргумент заключается в том, что всегда, ну, может быть, не прямо всегда, но очень часто, предмет лучше, чем инструмент. Инструмент и предмет. В чем разница? Смотрите. Вот, допустим, у вас будет такой выбор. То есть, допустим, нету. Я бы сказал, что будет, если на голосовании вас спросят? Что бы вы хотели, чтобы добавили? Мотыгу или железо? И, как бы, если же мы послушаем, что такое железо, допустим, вот. А нам, допустим, скажут, что из железа вы сможете скрафтить котел, в котором вы можете хранить вашу воду или же ваши зелья. А мотыгой вы сможете делать фермерство. И мы вам сделаем кучу новых семян, всего этого. Просто выберите мотыгу, и это фермерство у вас будет развито. Что же выберем мы? Ну, мы бы выберем мотыгу. Но, по факту, лучше железо. Потому что из него можно добавить гораздо больше крафтов. И это, так сказать, один из главных плюсов. Потому что предмет, это то, что, как бы, предмет, допустим, ну, это кирка, да? Вот кирка, это кирка, она не меняется. Что вы можете изменить о кирке? А вот предмет, это то, из чего вы можете делать новые-новые крафты. То есть, разработчики, они ведь до сих пор добавляют нам разные крафты. Там, для железа, для меди, для редстоуна, для разных вещей, которые уже давно есть в Минкрафте, они добавляют нам новые крафты. И если же нам добавят новый инструмент, то, скорее всего, он будет забыт. Потому что, вот когда мы в последний раз увидели обновление, там, кирки, или обновление, мотыги, лопаты, топора, меча, этого банально не происходит, потому что с ними уже мало что-то можешь сделать. Поэтому то, что нам сказали, то, что нам, то есть, то, что мы сможем там делать, да, броню для собак, это ведь, понятно, дело еще не стопроцентно. И мы, возможно, сможем в будущем делать еще больше. Да, уже, скорее всего, не в этом обновлении. Но это уже более перспективно. У нас есть какая-то перспектива голосовать за него, потому что, в теории, нам могут добавить с ним гораздо больше. И если крафт, ну, типа, клешня, она вот как будет, как, не знаю, как ТРК, да, клешня будет клешней, всегда. У этих щитков есть всегда шанс получить новый функционал, как это уже было в Майнкрафте много раз. Поэтому это такой второй аргумент, то, что всегда предмет будет лучше, чем инструмент. И это крайне важно понимать, потому что надо бить, значит, еще и потенциал, который есть у разных вещей и у мобов. Ну и третий аргумент. Вот, вот смотрите. Многие сказали то, что в выживании этот боб, броненосец, то есть будет максимально-максимально бесполезным. Это, по сути дела, полная правда. В выживании броненосец будет гораздо более бесполезным. По крайней мере, с такими крафтами, как и сейчас, только с броней для собак, это будет бесполезным. Это факт. Но, видите, у нас есть не только те, кто играет в выживание. Смотрите, у нас есть строители. Строители это явно те, кто строит. И им очень-очень много всего обновляют. Им каждое обновление добавляют там по 20 плюс новых блоков. И как будто строительство оно не стоит на месте никогда. Вот, например, даже в 1.20 нам добавили эти таблички, которые свешиваются. Это крайне сильно все разнообразило. Так что, ну, им и так постоянно все добавляют. А также у нас есть те люди, которые баттлятся, те, которые придумывают какие-то классные файты, можно сказать. Допустим, вот нам добавили Вардена, и как бы все обрадовались, потому что это было с какой-то стороны даже немного челлендж, да, чтобы победить Вардена. Допустим, ты там одеваешь на заритовую броню, и ты его пытаешься победить. Ну, это ведь прикольно, скажите. И это... И я говорю вам то, что если когда-нибудь будет добавлен... Добавлю... Я вам говорю то, что нам, если добавят броненосца, то это будет очень и очень круто. Потому что уже просто представьте себе такие видео на ютубе. 100 собак против 50 собак в броне. Или даже можно банальнее. 1 собака в броне против 2 обыкновенных собак. Это будет классно. И если же клешня, она будет со временем забыта, то это будет на протяжении всего оставшегося. Всего оставшегося. Всего времени существования Майнкрафта, это будет будущим вспоминаться. Нам ведь добавили руны в прошлом обновлении, при помощи которых мы можем менять нашу броню. То есть мы можем как-то перекрашивать. И это по-любому будет так же с собаками. Более того, я могу вам сказать, что скорее всего нам... Ну, это не скорее всего, но возможно. Нам найдут так же способ перекрашивать эту броню в котле, как, например, кожаную броню. Это такое тоже возможно. Я уверен, что разрабы, они у нас уже добавили столько способов как-то улучшения кастомизации брони. Например, у лошади. У неё витамин есть железная, алмазная и золотая броня. Ну так почему же нам это не сделал для собак? Нам всё не сказали. Но нам никогда не говорят всё в этом голосовании. Сами этого, надеюсь, понимаете. Так было с крабовым. Условно же нам не сказали, на сколько блоков будет ставиться эта крабовая рука. Тоже небольшой минус, да? И тут нам не сказали, как бы, какое мы можем будем делать взаимодействие с этой бронёй. И оно по-любому будет. Представьте себе, допустим, там команда крас, собак в красном, против команды собак в синим, допустим. Там вы объединяетесь. Ну, типа, это ведь просто будет классно. В реальности люди смогут пвп-шиться против, допустим, смогу ли я убить 10 собак деревянным мечом в броне. Это же будет просто классно. Это будет очень сильное разнообразие. Потому что со временем, как я уже говорил, эта кличня краба, она забудется. Потому что, ну что, билдерам она была бы, возможно, полезна. Но это не то, на что надо обращать внимание прямо сейчас. А вот такое это может даже как-то возродить популярность Майнкрафта. Потому что это ещё новый вид собак, можно сказать. Поэтому давайте ещё раз все факты сложим вместе. Во-первых, это будет моб из Саваны. Во-вторых, инструменты всегда будут менее полезны и перспективны, чем вещи. И третье, третье, то, что пвп будет снова немножко возрождено, я бы сказал. И все эти факты вместе, они делают броненосца самым лучшим мобом из всех. Надеюсь, что, ну, возможно, вы тоже это поняли. Но я просто не расскажу ещё раз в своём мнении. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok